Здравствуйте! В прямом эфире выпуск программы «Вести Смоленск» в студии Вера Перельман. Смотрите прямо сейчас. Закупаются не только подарками, но и пиротехникой. Где ее продают в Смоленске и на что важно обратить внимание при приобретении и использовании таких изделий. Главная площадь Смоленска стала одной большой сценой. Такие развлечения и сюрпризы подготовили для горожан во время проведения губернаторской елки. В Смоленском драматическом театре показали премьеру спектакля «Заколдованный замок», чем постановка удивила зрителей. Сегодня Смоленская область будет в центре внимания на главной выставке страны в форуме «Россия», который проходит на ВДНХ в Москве. Там представлены достижения всех министерств, корпораций и регионов страны. И 26 декабря был назначен Днем Смоленской области. На месте событий в павильоне 75 работает мой коллега Александр Пияев. Александр, расскажите, насколько насыщенным окажется сегодняшний день, чем похвастается наш регион в столице? Вера, менее часа осталось до открытия дня Смоленской области на международном форуме выставки «Россия» на ВДНХ. Масштабная экспозиция достижения региона развернулась в 75-м павильоне. Возле стенда гостей встречают стрельцы Василий Тёркин. С 10 часов начнется работа аниматоров и различных мастер-классов. Например, гостям предложат проверить свою меткость в лазер-тактире, победить всех вампиров средней полосы, освоить льняную прялку или попытаться найти древние артефакты в импровизированных гнездовских курганах. Вера, осмоляние на выставке сразу разглядят знакомые зубцы в форме ласточкиного хвоста. Здесь, на смоленском стенде, посетители выставки могут окунуться в быт древних поселений, узнать тайны крепостной стены, отправиться в полет с Юрием Гагарином и узнать об атомных технологиях и смоленских бриллиантах. Здесь же можно будет сделать русское селфи, сфотографироваться с купчихой за самоваром с вяземским пряником. В 11 часов пройдет презентация Смоленской области с участием губернатора Василия Анохина и митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора. Гостям расскажут о богатой культуре, об истории Смоленщины, знаменитых наших земляках, а также представят перспективные направления развития экономики и образования здравоохранения. Затем глава региона лично проведет экскурсию по стенду нашей области. В этот день будет подписан целый ряд соглашений с инвесторами, общественными организациями и благотворительными фондами. Пройдет большая культурная программа с участием смоленских творческих коллективов. Состоятся различные творческие встречи с народными артистами РСФСР Всеволодом Шиловским и Сергеем Никоненко, с актрисой и дочерью знаменитого нашего земляка Анатолия Попанова Еленой Попановой. Сегодня состоится и розыгрыш путевок в Смоленскую область. Театральное представление приведет актер, участок различных развлекательных программ Николай Лукинский. Отмечу, что ежедневно нашу экспозицию посещают около 50 тысяч человек. Однако сегодня гостей, конечно, будет в разы больше. Вера. Спасибо, Александр. Выйдем с вами на связь в следующем эфире в 14.30. Ждем рассказы о первой части Дня Смоленской области. Отмечу, что прямо сейчас на ВДНХ проходит деловой завтрак, где обсуждается сохранение культурного наследия нашего региона. Перед этим нам удалось поговорить с губернатором Василием Анухиным. На стене Смоленской области вы можете прогуляться по берегу Днепра, вдоль крепостной стены, побывать на археологических раскопках в Гнездово, полетать над Позерьем, побывать в космосе вместе с Юрием Алексеевичем Гагариным, увидеть последние достижения промышленности Смоленской области, а также атомной энергетики. Всех приглашаю. Дню Смоленской области на ВДНХ мощную информационную поддержку оказывают и наши коллеги из ВГТРК. В эфире федеральных вестей будет показан сюжет, который познакомит россиян с нашим регионом и его достижениями. Кроме того, большой репортаж мы подготовили для эфира «России-24». Моя коллега Анастасия Артеменко расскажет в эфире информационного канала всей стране о Смоленской области. Много веков Смоленск был щитом Москвы и русского государства. Оборону держал благодаря каменному ожерелью, как говорил Борис Годунов, крепостной стене. Она и сейчас самая длинная кирпичная крепость в мире с тремя ярусами боя, изящными зубцами, неприступными башнями. Крепость реставрируют, и она превращается в музей, рассказывая о войнах и мирной жизни в 17 веке. Интересные образцы, серьги, так называемые голубцы. Форма, напоминающая голубку. Приезжают на Смоленщину за тайными историей, которая здесь насчитывает 11 столетий. Именно под Смоленском, в курганах 10 века, была обнаружена амфора с самой древней в мире надписью на кириллице. Каждое лето в заповеднике Гнездово собираются те, кто хочет погрузиться в атмосферу Средневековья. В единственном в мире музее Александра Грибоедова, в усадьбе Хмелита, можно увидеть, как жили прототипы героев комедии «Горе от ума». А Новоспасское — родовое гнездо основоположника русской классической музыки Михаила Глинки. Щебет Кеннеров и Амадинов в птичьей комнате когда-то вдохновлял великого композитора. В память о Глинке в Смоленске на протяжении почти семи десятилетий проходит Всероссийский фестиваль, на котором выступают звезды классической музыки. На протяжении многих веков достоянием Смоленщины был лён. И теперь в регионе возобновили производство и обработку северного шёлка. Разрабатывают новые сорта. Этот завод — первый новый за последние 30 лет в стране. Впервые рынками сбыта смоленского предприятия стали не только регионы России, но и страны Юго-Восточной Азии. Мы получаем продукт, который востребован на мировом рынке, который покупают как за рубежом, так и на внутреннем рынке. На одном из старейших предприятий региона, на вагоноремонтном заводе, запущено производство уникальных вагон-платформ высокой грузоподъёмности — более 70 тонн. Самое красивое производство Смоленщины — алмазообрабатывающее. Именно на смоленском заводе производят бриллианты, известные на весь мир как «русская огранка». Каждый четвёртый житель России получает тепло, выработанное котлами из Смоленской области. Это оборудование будет греть и жителей новых регионов России. Активно развивается и социальная инфраструктура Смоленска. Вместо небольшого роддома в городской больнице построен новый перинатальный центр. В нём уже появились на свет 18 тысяч смолян. Благодаря отделению репродуктологии и новым операционным для новорождённых, счастье стать мамой стало доступно ещё большему числу смолянок. Не требуется транспортировки в другие лечебные учреждения. И, соответственно, всё оказывается на месте. И ухудшение состояния мы тем самым избегаем. В планах Смоленской области и другие большие проекты. Среди них — восстановление гражданского авиасообщения, а также строительство межвузовского кампуса. Разместить кампус мы хотим именно в историческом центре города. Что вкупе с другими проектами по восстановлению и приспособлению объектов культурного наследия серьёзно повлияет на развитие исторического центра города, на улучшение качества городской среды, на улучшение туристического потенциала города и региона в целом. Малая родина первого в мире космонавта тоже находится в Смоленской области. Там трепетно хранят память о детских годах Юрия Гагарина и тех днях, когда ему удавалось вырваться к родителям и землякам. Город теперь носит его имя — Гагарин. А в сердцах смолян остаётся огромная любовь к человеку, который совершил невозможное и при этом остался своим. К другим темам. В Смоленске в новогодние рождественские праздники будет работать оперативный штаб по уборке улиц. Об этом на еженедельной планёрке в мэрии сообщил глава города Александр Новиков. Он отметил, что с 30 декабря по 8 января будет работать штаб по уборке снега, созданный по поручению губернатора Василия Анохина. Работа продолжится в круглосуточном режиме. Также 26-27 декабря сотрудники мэрии пройдут обучение о работе с платформой «Умный город». Мэр поручил сотрудникам коммунальных служб и городских организаций обратить особое внимание на вопросы безопасности, ЖКХ, содержания дорог в областном центре. В новогодние праздники центр Смоленска перекроют. Там будет дежурить наряды полиции. Об этом сообщили представители УМВД на планёрке в мэрии. Это планируют сделать для безопасности смолян и охраны общественного порядка в период массовых торжеств. Напомню, в областном центре запланировано 126 новогодних мероприятий для детей в учреждениях культуры вплоть до 8 января. Для обеспечения безопасности на новогодних утренниках будут задействованы 222 сотрудника УМВД. Дополнительным привлекут 38 представителей народных дружин. Праздничное представление, конкурсы и игры, сладкие призы, а также песни, танцы и катания на коньках. В выходные главная площадь Смоленска превратилась в большую сцену, где проходила первая в этом году большая губернаторская ёлка. За выполнение небольшого задания участники получают новогодние жетоны. Затем их можно обменять на сладости. Конкурсных станций 6, больше пройденных испытаний, больше призов. Но самая классная работа. В это время на сцене творились проказы «Бабы-яги». Именно так называлось представление в главных ролях артисты и творческие коллективы Смоленска в массовке зрителя. Губернаторская новогодняя ёлка в новом и уникальном формате. Такого ещё не было на Смоленщине. Здесь на площади Ленина. Для всех смолян, абсолютно для всех, от мала до велика. Сфотографироваться с пандой, поиграющей бурашкой, станцевать символом будущего года драконом. Интерактивной площадкой стала вся площадь Ленина. Задействовали даже каток. Там блистали будущие звёзды фигурного катания. Эмоции у горожан зашкаливали. В этом году прям очень интересно устроили. И праздник потрясающий, и ёлка очень красивая. Такой ёлки, мне кажется, давно не было в Смоленске. Мне очень понравилось, потому что в этом году здесь залили каток и поставили вот такую замечательную ёлку. На срыне новогодняя! Всем с Новым годом! Довольные лица и счастливые улыбки. Новый формат новогодних гуляний смолянам явно понравился. Организаторы же пообещали, что губернаторские ёлки на главной площади города будут проходить каждые выходные до 14 января. Елизавета Будникова, Анатолий Егоров, Вести Смоленск. Орден мужества, посмертная медаль ДНР за отвагу передали матери и супруге Алексея Белозерского, добровольцы Смоленска, погибшего в зоне проведения СВО. Награду родным героя вручил главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий. Алексей Белозерский работал в региональном исполкоме «Единой России» в качестве волонтера. Помогал мирным жителям на освобожденных территориях, а потом принял решение уйти в зону СВО. Он погиб в мае этого года. На церемонии вручения награды также присутствовали коллеги и однопартийцы Алексея, которые оказывают всестороннюю помощь и поддержку его семье. Кроме того, медаль за храбрость получил и руководитель волонтерской роты боевого братства Денис Корж. «Скорбно очень, потому что не могу вместе с ним разделить радость этой награды. С другой стороны, я понимаю, что мы с Алексеем сделали все от нас зависящее. Алеша даже еще больше, наверное, чем мог сделать каждый из нас». «Поддерживаем контакты с женой и с сыном, поддерживаем контакты с матерью и будем их в дальнейшем и сопровождать, и поддерживать, и ни в коем случае не бросим родственников Алексея». В Смоленске увеличили число автобусов на маршруте номер 40. Об этом начальник профильного управления отчиталось на последние предновогодние планерки в мэрии. Власти увеличат количество муниципальных автобусов под этим номером с одного до трех. Таким образом, мэр Александр Новиков отреагировал на соответствующие просьбы смолян. Напомню, у горожане жаловались, что одного автобуса не хватает, чтобы забирать всех пассажиров, в особенности жителей микрорайона Соловьиная роща. Курсирование муниципального 40 маршрута было слишком редким. Задолжал? Открывай. В Смоленске пройдут рейды по квартирам собственников, которые задолжали по оплате коммунальных услуг. Об этом руководитель вычислительного центра ЖКХ сообщил во время общегородской планерки. Он отметил, что до начала января смоляне могут успеть принять участие в акции «В Новый год без долгов». Она предполагает благоприятные условия для погашения просроченной задолженности. Заплатить за услуги можно без начисления пени. Напомню, что аналогичную акцию проводят и другие смоленские ресурсоснабжающие организации. На Новый год осталось меньше недели. Традиционно в это время горожане закупаются подарками, продуктами к новогоднему столу, а также пиротехникой. И к последнему пункту смолянам необходимо подойти со всей ответственностью и осторожностью. О том, как правильно выбрать фейерверк и где его можно будет запустить, расскажет Максим Филипенков. Одни заколки, носочки. Пойдем дальше. Впервые за многие годы продавцы на колхозной площади не прячутся от нашей съемочной группы, а наоборот, любезно демонстрируют, что ничего незаконного больше не продают. А ведь еще в прошлом году на прилавках прямо под открытым небом лежали петарды и фейерверки. А теперь плюшевые драконы и полотенца. Короче, ничего запрещенного. Боже упаси. Связываться с незаконной продажей фейерверков, говорят продавцы, стало себе дороже. К тому же покупатели с каждым годом становятся все более осознанными и готовы платить за безопасный праздник без неприятных последствий. Всегда только здесь. Больше никуда не ходим. Здесь проверенные салюты. Точно знаем, что руки не оторвет. А чтобы все части тела точно остались на месте, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют смолянам при покупке обращать внимание на срок годности изделия, инструкцию, которая обязательно должна быть на русском языке. Должна быть упаковка целостная, без деформаций, то есть не намокшая ни в коем случае, и все пломбы на месте. А главное, покупать пиротехнику нужно в проверенных местах, где тепло, сухо и есть сертификаты на изделие. К тому же все фейерверки разделены на классы опасности. Разрешены к продаже только с первого по третий. Первый класс — это 50 сантиметров хлопушки и бенгальские огни. Второй класс — это, как правило, фонтаны и петарды. Это 5 метров радиус опасной зоны. И вся остальная пиротехника — римские свечи, ракеты, батареи салюты, фестивальные шары. Радиус опасной зоны — 30 метров. В мэрии Смоленска тем временем увеличили радиус опасной зоны до полусотни метров и определили для гаражан специальные места для запуска пиротехники. В Заднепровье — это территория возле бассейна «Дельфин», в Ленинском районе — возле пруда в Рядовке, а в промышленном — на зелёной зоне проспекта строителей. Ограничения связаны с противопожарной безопасностью, которую, кстати, нужно соблюдать и дома. Неисправная гирлянда может стать причиной серьёзного пожара. Такое произошло в Санкт-Петербурге в одном из строительных магазинов. Огонь распространился на 50 квадратных метров — размер среднестатистической квартиры. При наличии оголённых проводов, самодельных соединений использовать цветовое украшение запрещено. Помните, недопустимо украшать дом с улицы гирлянды, которая предназначена для помещения. По-настоящему качественная гирлянда должна иметь надёжную вилку, нехрупкие провода, толстую и гибкую изоляцию, лампочки должны держаться плотно. Это особенно важно для пластиковых ёлок, которых в домах Смолян с каждым годом становится всё больше. Максим Филипенков, Игорь Гомонов, Максим Григорцевич, Вести Смоленск. Заключена под стражу сроком на два месяца. Рословский городской суд избрал временную меру пресечения женщине, которая подожгла дом со спящим в нём мужчиной. Я напомню, пожар со смертельным исходом произошёл в деревне Хорошова Рословского района. После семейной ссоры женщина не придумала ничего лучше, как отомстить супругу путём поджога дома, пока тот спал. Мужчина погиб, а в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Пока ведётся следствие, 53-летняя Рословчанка будет находиться под стражей до 22 февраля следующего года. Принимаем во внимание характер, способ, общественную опасность и тяжесть совершённого преступления, которые относятся к категории особо тяжких преступлений, наказание за которых предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 15 лет, полагаю, что основание до избрания иной, более мягкой меры пресечения, кроме как заключения под стражу, невозможно. Анимация, музыкальные номера, яркие костюмы и декорации. Сказка о волшебстве. В Смоленском драматическом театре показали премьеру спектакля «Заколдованный замок». Как герои перемещаются во времени, как добиться исполнения желаний. Все тайны сказочной постановки в репортаже Екатерины Левицкой. Это волшебные ключи. Главному герою нужно открыть все двери в замке, а их 365. Специальный особый ключ, который откроет дверь в таинственную комнату. Это магия, волшебство. Здесь много тайн и загадок, которые раскрывает режиссёр Алина Сорокина, создатель масштабных волшебных спектаклей в Смоленском драматическом, в том числе и серебряных доспехов. Кстати, популярная сказка в какой-то степени получила продолжение. Ричард снова оказывается в прошлом. Особенность этой сказки, что мы сразу из 21 века попадаем в 14-й. Ричард и его сестра Эльза по сюжету отправляются на поиск заколдованного замка. Они получили от некой вокатора Кимббала приглашение, в котором говорилось, что они могут посетить его ровно в 6, и не минутой раньше. Однажды ты поймёшь, что день прошёлся. Над сказкой также работал заслуженный художник России Светлана Архейпова. Она создавала декорации и эскизы костюмом героев. По сюжету именно в заколдованном замке могут исполниться заветные желания. Желание продвигает нас вперёд, и от них не нужно отказываться. И когда ты отказываешься от желания, неизвестно, кто им может воспользоваться. Эльза мечтает встретить принца Ричард стать рыцарем, но колдунья Хольда, известная по спектаклю «Серебряные доспехи», пытается добиться своих целей. Будешь мне служить! Анимация, игра тиней, красивое музыкальное оформление Сергея Хандрака и танцы, поставленные заслуженным работником культуры Еленой Егоровой. Мечты Ричарда и Эльзы исполняются не сразу, их ждёт обман. Ричарда вынуждают отдать желание и заманивают в логово паука-каракурта. Надеюсь! Мне нечем уволноваться! Можете не беспокоиться, я не слажала, радусь твоём! Битва, отважные поступки, борьба со смертельной опасностью и спасение. Волшебные приключения приходят к своему логическому финалу, заставляя зрителя поверить в сказку. Екатерина Левицкая, Максим Григорцевич, Вести Смоленск. В регионе стартовали новогодние утренники для дошколят. Два из них прошли в Смоленском государственном институте искусств. В этом году зрителям представили спектакль, объединив в нём героев разных приключений и персонажей, символизирующие уходящие и наступающие годы. Чтобы Новый год наступил, добрым героям пришлось преодолеть много испытаний и запустить заколдованные волшебные часы. Студенты и преподаватели учебного заведения сами поставили праздничную программу, шили сказочные костюмы и придумали различные развлечения для ребят. Более 15 лет в своём избирательном округе такие праздники инициирует заместитель председателя Смоленской областной думы Николай Мартынов. Участие в них по традиции принимают дети старших групп 18 детских садов. Дети очень хорошо, празднично относятся к этим мероприятиям. И, конечно, довольны папы, мамы, бабушки, дедушки. То есть начинается вот этот дух праздника, дух новогодних событий, дух сказки. Я это делаю с удовольствием. В Новый год в обновлённом Доме культуры встретили дети посёлка Миловидово. Для ребят подготовили новогоднее интерактивное представление с выступлением сказочных персонажей. Также подвели итоги творческого конкурса среди детей и родителей «Наряди ёлочку», который был организован при участии депутата Смоленской областной думы Александра Зеленского. В течение нескольких дней ребята вместе с мамами и папами придумывали и изготавливали оригинальные ёлочные украшения, которые были развешаны на главной поселковой ёлке. Благотворительные ярмарки открываются всё в новых местах Смоленска. В городе проходит масштабная акция «От сердца к сердцу». В эти дни выставка работает в здании администрации города Смоленска. Представлены разнообразные ёлки, снеговики, милые мягкие игрушки и новогодний декор для дома тысячи созданных смолянами поделок в течение декабря собирались для подобных ярмарок в рамках акции «Единой России» и «Смоленской епархии». Несколько лет назад, когда появилась эта задумка для поддержки общественной организации «Дети Ангелы Смоленск», поделки готовили в основном её воспитанники. Постепенно проект начал объединять всё больше участников, и маленькая идея стала большим делом. Мероприятие в этом году приняли участие детские сады, школы Смоленска, а также учреждения культуры, отдельные предприятия и просто неравнодушные горожане. Собранные средства от этой выставки идут на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. И, конечно же, средства направляются нашим защитникам Отечества, которые участвуют в специальной сегодня военной операции. Имея такую вещь у себя в кабинете дома, смотря на неё, будете чувствовать и теплоту, и благодать, которая от этой вещи исходит. И думать о том, что в нашем мире есть добро, есть сочувствие, есть сострадание. Смоленский ребят поздравил полицейский Дед Мороз. По традиции, накануне Нового года в культурном центре МВД состоялся праздник для детей, чьи родители служат в органах внутренних дел. Ребятам показали поучительную сказочную историю на современный лад. Главный новогодний волшебник поздравил всех с наступающим праздником и сразу вовлёк детвору в увлекательные игры, которые продолжились вокруг празднично украшенной ёлки. Малыши водили хоровод, танцевали, пели и читали стихи. В это время ребята постарше отправились путешествовать в прошлое. Они посетили музей истории Смоленской полиции. Если вам стало известно о каком-либо событии или происшествии, если вы хотите предложить тему для репортажа, звоните по телефону 68 48 08. Основные новости Смоленского региона вы также сможете узнать на нашем сайте gtrk.smolensk.ru и на нашей официальной странице ВКонтакте. Всего вам доброго и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!